Здравствуйте, Кравцова Екатерина, Департамент природопользования правительства Москвы. У меня коллегу будет вопрос, а какая стоимость на текущий момент киловатта зелёных сертификатов или в переводе на углеродные единицы, на тонны СО2, и как она соизмерима, например, с 700 рублей по тем сделкам, которые уже проходили, что выгоднее? То есть решает одну и ту же задачу, к чему выгоднее сегодня обращаться? Ну, спасибо, вопрос. Сразу поправлю. Решают всё-таки немножко разные задачи. Одну в смысле помощи экологии планеты, в этом смысле одну, да. Ну, я имею в виду декарбонизацию углеродоёмкости продукции. Да, но при этом важно, что сертификаты в этом ключе позволяют работать и снижать отчётные значения по СКОП-2. Углеродные единицы — это, в первую очередь, на СКОП-1 ориентировано, да, или даже на третий, да, в большинстве случаев на третий СКОП. И в этом смысле их нельзя вот так в прямую сравнивать и конвертировать. Просто для экономической оценки, вот, наверное, ваш вопрос к этому, да, первое, нужно примерно помнить, что соотношение одного мегаватт-часа, то есть примерно на тонну СО2, если её гасить за счёт, ну, не гасить, а как бы компенсировать выработкой на чистой электростанции, это примерно три мегаватт-часа, то есть один к трём, грубо так, сравнение. Ну, ещё раз, это вот нельзя, конвертацию здесь нельзя обсуждать некорректно. Вот, и, ну, по ценам в мире цены на сертификаты варьируются там где-то от 1 евро до, там, 10, какие-то экзотические там виды до 30, там, я слышал, да, но где-то диапазон такой. У нас в России это мегаватт-час, да, на объём соотносимый с 1 мегаватт-часом. В России этот рынок, ну, тоже свободный, тут каких-то нет чётких индикаторов, тоже как диапазон из того, что мы слышим на рынке, это где-то от, там, 50-80 рублей за мегаватт-час, нижняя граница, да, до, ну, 250-300, мы слышали, были сделки. Вот, сильно зависит от объёмов, естественно, от типа источника, да, так же, как во всём мире. Это очень такой вариативный рынок, поэтому экономические аспекты такие. Но очень важно, что, ещё раз повторю, потому что это один из таких сложных вопросов, их нельзя как взаимозаменяемые рассматривать. Они каждой свою задачу решают, поэтому...